Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как остановить воспроизведение детско-родительского сценария с другими людьми? Ну, смотрите, для начала, если вы узнали о том, что существует детско-родительский сценарий, то вы узнаете, как это работает. А именно, это работает через разогнанность. То есть, сама идея детско-родительского сценария родилась именно у основателя этого направления, в психологии, называемого транзактный анализ. И работать нужно именно в этом ключе. Вы пишите, я получаю ровно те же посылы, сигналы, отношения, которые мне давали родители, даже от совершенно поздравленных людей. Это ваша проекция. То есть, вы приписываете людям то, на что готовы сами. Вы приписываете людям то, что чувствуете сами. Вы приписываете людям то, чего вы сами ждете от них. Только и все. К примеру, у моих родителей почему-то очень триггерала моя походка. Я ходил немного топорно, деревянно, не размайкал руками, потому что было отъяснительное и зажатое, и мне было некомфортно в толпе. Но вот здесь мы имеем дело уже с собственным обесцениванием. Мы здесь имеем дело со стыдом, который вы испытывали. А это определенные чувства, за которыми скрываются другие чувства. Например, злость, протест, отношения, а может быть и какие-то желания. Но вы это подавляете, видите только стыдно. Моя мама могла в общественном месте среди кучи людей начать дергать меня за руку и кричать, расслабься, хватит идти как робот. Или начинала изображать гипертрофированные мою походку, опять же, на глазах у посторонних. И в этом случае у вас возникала злость. Но эту злость вы себе не позволяли. Впоследствии я получил ровно такие же посылы о знакомых или даже посторонних людей. Все правильно, потому что вы сами учите людей тому, как с вами обращаться. Если вы обесцениваете себя, то и другие люди будут тоже вас обесценивать. Необходимо учить людей тому, как с вами нужно взаимодействовать. Необходимо учить людей тому, как к вам нужно относиться. Например, незнакомые встречные люди могли сделать мне замечание по поводу походки. А однажды идущий на встречу парень стал, как когда-то моя мама, изображать мою походку. Ну, с одной стороны, здесь возможен случайный фактор. Есть такие люди, которые могут передразнивать все, что угодно. С одной стороны. С другой стороны, если человек держится неуверенно, если человек стыдится, если человек пытается скрыть какие-то вещи, то люди будут на это, конечно же, обращать свое внимание. И это нормально. Я его не трогал, а просто сломимо никак не мешал, и, возможно, становится... Я с этой стороны выглядел более деревянно, чем мне казал. Скорее всего, вы не замечаете этого, но вы пытаетесь это поровить, пытаетесь это скрыть. Оба родителей, а к чему вначале меня судятся, то, что, детка, я сама виноват во всех эпизорах, когда кто-то со мной несправедливо обращается, нападает меня, обзывает, правит, делает замечание и так далее. Потому что, но не ругаешь всего-то, получая за это в другом месте. Здесь нужно сказать, что в какой-то степени они правы. Дело в том, что это вективное поведение. Вективное поведение всегда находит своих преследователей. Это правда. С другой стороны, важно понимать, что вы не виноваты. Вы ответственны. Ответственны, но не виноваты. Самое смешное и грустное, что когда я сталкиваюсь с чем-либо агрессивным, некрасивым, пренебрежительным поведением в свой отрасль, то эти самые люди, либо не находящиеся рядом, он начинает меня убеждать в том, что я виноват, а что это оказывается, я на них нападаю. Вполне возможно. В людях действительно ответ на агрессию вызывает агрессия ваша, но вы можете этого не замечать. Опять же, потому что не знакомы с собой и с тем, что вы транслируете людям. В этом смысле да, но вы не виноваты. Это нужно корректировать, с этим нужно работать, в этом нужно разбираться, но вы не виноваты. К примеру, когда меня больно толкнула какая-то тетка, не пожелавшая на узкой трапинке, тоже немного убрать руку назад и немного сместиться вбок, отзадить можно было только, если оба человека немного подсунулись бы, я ей сказал его отмещенным штормом, что-то типа можно аккуратнее, и это наезд. Ну а что, она стала кричать на меня, что-то я ее долгаю, вообще я хамка и тупая, без помощи. Ну, я полагаю, что у вас люди чувствуют ту самую подавленную агрессию, которую вы в себе носите. Идущие за мной стали вторичь ей, говорят, что молодежь совсем обнагляла, и подобные к этому случаю были вагон и тележка, и все это продолжается. Да, потому что вы в себе это носите. Умом, я все понимаю, но ничего изменить не могу, правильно? Потому что это только работа с психологом. Я стараюсь бы восхищать подобные ситуации, если она держится вежливо, но мне это не помогает. А вежливость и усложливость, или сдержанная вежливость, которая полечится агрессия, слабо помогает. Абсолютно такое же отвержение у меня было, и все еще происходит при поиске работы, при попытках сблизиться с людьми. Да, потому что очень важно понимать, что вы транслируете людям. В итоге, когда я все же успешно трудоустроился, или трудоустраивался, или вступал в отношения, или в дружеские отношения, то эти люди всегда, то это всегда были люди на несколько голов, выше меня психологических, которые, если и считывали во мне что-то не то, то никак не проявляли это. А так, я не знаю, как себя вести. Правильно? Потому что вы себе не доверяете. По сути, вы себя не знаете. Я пробую никак не отвечать на чужие нападки, тогда начинаю как будто протягивать к себе еще больше таких ситуаций. Потому что не отвечать, это не вариант. Это позиция жертвы. Пробую защищать в себе, когда люди проявляют агрессию, например, делая замечание нормальным тоном, без перехода на личности, и без перехода даже на разораженный тон, тогда происходит нечто подобное, например, с тропинкой выше. Очень важно понимать, как вы это делаете. Потому что замечание, это оценка. Вам нужно научиться бесконфликтным способом взаимодействия с людьми. Я пробовал обсудить аккуратно с близкими людьми моей ситуации жизни, типа, бывает ли у вас такое. Они очень удивились, сказали, что нет, ни разу такого у них не было. Это неправда, бывало. Сейчас я стараюсь очень дозированно общаться с родственниками, хотя они все равно периодически пытаются меня получать в чем-то. И как вы на это реагируете? Вы же их не принимаете? Я стараюсь сразу сводить на нет такие разговоры. Да, вы избегаете. Умом я все понимают, что родители не святые, они воспитывали как могли, как привыкли, и я благодарный родителям за множество вещей, которые они для меня сделали, как материально, так и в плане поддержки. Но все, но вот все это было. И сценарий, что оно проигрывается, хоть осознаю, осознаю, хоть нет. Короче, как выйти из этого замкнутого круга, работать с психологом. И меняться. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok